добрый день уважаемые коллеги надеюсь что меня хорошо слышно и видно да все хорошо отлично тогда в дорогу ну что ж очень рад приветствовать всех кто сегодня пришел тема не рядовая сами видите такая относится глобальным но я все время подчеркиваю что мы здесь рады прежде всего специалистам которые себя определяют как информационные специалисты ищущие знания в области информационных наук информационной ситуации медийной коммуникативной науки ну и тем кому это просто интересно конечно наше библиотечное сообщество профессиональное сообщество приветствуется здесь первую очередь и я бы конечно мечтал чтобы на нашей площадке директ академия когда-то собрался целый такой трек линейка высших профессионалов которые способны не только вот раскрывать практические моменты и повышение квалификации давать это очень хорошо но и давать какой-то широкий кругозор понимание вот цивилизационного масштаба тех изменений которых мы являемся вот непосредственными участниками и даже инициаторами ну и вот сегодня хотел бы тоже анонсировать такой особый момент мы все с вами привыкли к нару как к форме как форме но более-менее учебный текст картинками как говорится я бы хотел уже немножко нарушить этот формат и традицию и вернуть вернуться к тому что у нас называется классической лекцией или открытой лекцией тоже какие-то вещи но не просто вот излагаешь так а хочется что называется развернуться и вот наша лекция которая испокон веков была носителем такого формата вот сегодня кажется она немножко уходит на второй план но посмотрим как это пойдет и насколько вот именно онлайн формат способствует таком манере изложения думаю что будет довольно длинная и скучно но надеюсь что все-таки это все вот совсем по-другому звучит чем стандартный классический вебинар ну а все-таки для вашего развлечения я вам буду обозначать повестку дня о чем вообще пойдет речь и как это будет какие моменты будут мною расшифровываться ну вот общем посмотрим как 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 это работает ну касательно темы тоже хотел бы анонсировать то что я хочу сегодня прочитать это на самом деле такие некоторые приготовления к большому проекту книжному над которым я работаю никак не могу завершить книга называется информационные ландшафт цифровой цивилизации и вот та постановка вопроса который там стоит вот сегодня постараюсь представить на на ваш суд и конечно это касается тому что все меняется все вокруг нас но мы подчас не замечаем что меняется самое главное то что вообще дает нам а основу понимать вот эти изменения и на первый взгляд мне кажется первое значение первый парадокс в этих изменениях то что меняется само понятие знания создавая новые информационные ландшафты и вообще новые 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 положения нас в мире которые мы вот не можем увидеть так изнутри приходится как-то посмотреть на себя извне чтобы увидеть изменение самих себя вот насколько это получается мы с вами будем мы с вами увидим вот но в первую очередь начну с того чтобы обратить внимание на то что меняется само понятие знание ведь в разное время знанием считалось разное то к чему устремляются наши научные познания или любознательность свое время считалось лукавством и блажью отклонением от истинного познания можно улыбаться над темным средневековьем не понимая что наша цифровая эпоха подобную штуку может сыграть с нами за десятилетия разделив культурные эпохи знание течет во времени и на самом деле меняется вместе с нами меняя нас формируя информационные ландшафты которые нас окружают способны ли мы различать подобные изменения до через проявление того что мы считаем знанием по характерным признакам как себя ведет знание которого мы стремимся потому как мы получаем знание передаем знания храним их и используем то как мы используем вещь конечно характеризует ее сущность одно дело мы растим цветы в саду другое если мы растим цветы для продажи и экспорта если мы занимаемся промышленным производством цветов это уже совсем другие цветы совсем другая культура и сущность цветов наше знание будет совершенно различным в одном случае цветы как у слада души в другом цветы как бизнес по сути дела это разные цветы то есть то как мы храним и используем знание точно также определяет их содержание и сущность цифровую эпоху знаний информации становится слишком много настолько много что их было бы невозможно сохранить в мозгу и отдельного человека и человечества но их потому то и становится все больше и больше потому что найден способ их генерации сохранения компьютерная память вычислительные мощности позволили человечеству генерировать и сохранять на порядке больше информации чем прежде информационная емкость цивилизации по оценкам экспертов поднялась благодаря этому в порядке раз человек не может ему не нужно столько знать эти знания он делегирует машине это естественный процесс аналогичное использование инструментов подобно инструменту как продолжение руки компьютерные машинерии становится инструментом продолжением мозга такое происходит не в первый раз ключевым событием этой же природы было изобретение письменности человек получил возможность не запоминать информацию своей памяти а переложить ее на бумагу тем самым он упростил способ передачи знаний и освободил свои творческие возможности важное отличие от письменности заключается сегодня в том что на внешние носители переносится не информация не слепых знаний а целые знаниевые комплексы заслуга и особенность компьютера не в том что он может сохранить некоторую информацию а то что он может произвести знания как это до сих пор мог делать только человек в этом и замысел искусственного интеллекта интерактивной обработки информационных данных на выходе из программной обработки получается не то что было на входе и даже если знания вы и возможности компьютера ограничены все же во многих областях они уже сегодня многократно превышает возможности человека именно в том что касается процесса вычислений делегируя процессы создания знания и сохранения знаний машинным комплексом человек освобождает себя от знания в каком-то смысле он становится выше знания и вне знания и да он становится невежественнее знание перестает быть неотъемлемой частью человеческого мышления и транспортируется во внешний человеку системы бытование знания транспортируется из психофизических систем в кибер физические системы вспоминая идеи академика вавилова разум человек расширяется до новой сферы или более механистично процессы разума реализуются в искусственных кибернетических устройствах связанных с человеческим мышлением для процессов мышления создается аппаратная часть зависимая но автономная от человека здесь я хотел бы показать как это выглядит схематично вот эти кибер физические системы идеи кибер физичности неоднократно проигрывались научной фантастики но редко замечала следующая особенность человек перенося знания в машинные системы трансформирует тем самым понятие того что он считает знаниями знаниями является то что можно перенести трансформировать в искусственный интеллект то что может понимать и человек и машина все остальное что не вмещается в машину не превращается в цифру и не может быть сохранено становится избыточным ненужным оно перестает быть знанием человеку самому не нужны больше знания которые не может понимать машина вот так происходит величайшая трансформация содержания знаний искусственный интеллект это не только то что мы приписываем возможностям машинного интеллекта это сегодня характеристика глубины инструментализации знаний со стороны человека это то как мыслим мы знание превращается в инструмент который можно в любое время воспользоваться не нужно загружать мозг и память всей совокупностью базовых знаний нужно развить навыки быстрого и оперативного обращения к этим знаниям нужный момент механика взаимодействия вращения к этому массиву знаний должна быть виртуозно отработана чтобы здание не превратилось в отчужденный капитал логистика мышления здесь не слишком отличается от логистики товаров недаром к ней часто прибегал для образного сравнения шелтон иллюстрирует движение информации при возникновении запроса требуется знать где находится нужное знание иметь возможность к нему оперативно обратиться и запросить это логистика еще получит далее детальную расшифровку сейчас важно знать что вместо обладания обширными знаниями человеку нужна способность оперативно и быстро определять какая информация нужна и где ее можно взять на языке информатики ему достаточно держать в голове кэш то есть наиболее часто востребуемые предварительные знания память посредник в работе со статичной базой знаний это и продуцирует потребность в навыках и компетенциях soft skills которые рекламируют системы образования информацию нужно очень быстро обрабатывать желательно многоканальном режиме что поражает порождает навык клипового мышления режим постоянного сканирования информации отсутствие умения остановиться и сконцентрироваться речь доходит до потери базовой грамотности поскольку оперативные задачи счета и проверки грамотности тоже берут на себя программные инструменты у человечества пропадает интерес к получению не только базовых знаний на которые была ориентирована политехническая школа но и к фундаментальной науке не интересно знание которое отвечает на вопрос что интересен вопрос как каким образом новая концепция знания это лайфхак знание нужно применять использовать поэтому тезис об экономике знаний в этом контексте автор талагичен знание и есть экономика прикладные знания инициированы и прагматичным способом превращают любую деятельность в экономику знаний превращение знания непосредственным образом трансформируется в технологический процесс в экономический рост в рост благосостояние познавательный процесс превращенный производственной технологии становится двигателем экономики Ежегодные 3-4% среднем мирового экономического роста являются ориентиром, и кто останавливается в этом движении, может легко превратиться в международного аутсайдера и изгоя. Никому больше не нужны знания в себе и для себя. Знания должны работать, помогать развиваться, получать карьеру, достигать новые жизненные вершины. Для персонализованной жизненной траектории это означает переход знаний из статуса познания в статус достижительности. Знания должны способствовать самосовершенствованию, улучшению своего социального статуса и благосостояния. Знания ведь не только прирастают, они еще и устаревают. Отсюда необходимость повышения квалификации, получения новых компетенций, дополнительном образовании. Long life learning, о котором мечтали воодушевленные просветители, то есть знания в течение нашей жизни, становится вынужденной и мучительной гонкой за свободные ниши, выгодные места, новые профессии, превращая ее в бесконечную конкуренцию. Делегирование функций всегда оставляет вопрос о том, чем будет заниматься дальше тот, кто их делегировал. Несет ли это деградацию человека? Или это дает новые степени свободы, которые нужно использовать с умом? Ответ может быть очень разным, и вряд ли кто-то способен серьезно предсказать последствия. Ведь делегируется не функция, не опция счета в столбик, а мышление человека. Инструментализируется не навык, а человеческий разум. Теперь подробнее о том, что он собой представляет собой. Если не бунтовать, а принять будущее таким, каким оно грядет, встает вопрос, как вписаться в те форматы знания, которые приходят на смену привычным. Цифровизация знаний меняет режим работы всех инструментов познания, требуя уместиться в прокрустово ложе цифровых знаний. Логика работы цифрового знания подчиняется логике организации данных. Цифровые данные организуются в формате матричной топологии, или баз данных. Вычислительный разум способен просчитывать их от начала до конца. Их главное свойство – быстронаходимость. В матричной структуре они имеют координаты, благодаря которым очень быстро находится любой цифровой объект. Это свойство и лежит в основании цифрового поиска, для которого становятся прозрачными огромными массивы данных. Цифровая природа информации позволяет привести к одному знаменателю стандартизировать. Это и значит оцифровать. Описание разных по своему происхождению объектов. Превратить объекты в метаданные. Другое свойство матричных структур, которыми занимается линейная алгебра – способность оперировать целыми группами данных. Комбинируя их, вычислительный разум совершает операции с числами, виртуальными аналогами реальных объектов. Цифровые операции подобны операциям с символами, которые происходят в пространстве языка, семиотики. Если язык вполне отражает законы и реалии реальности, то почему это не могут делать числа? Реальность, язык и число объединяются в некоторой глубине, истоки которой начинали искать в древние времена пифагорейцы, а в 20 веке подхватили структуралисты. Важно только понимать, что язык, посредством которого мы создаем культурную реальность, также является самостоятельной и самобытной реальностью разума. Цифровая реальность является скорее отражением культурной, а не природной реальности. Цифровые объекты являются некоторыми описаниями культурных объектов, которые, в свою очередь, являются мета-описаниями объектов природной реальности. Это обусловливает мета-состояние цифровых описаний, их, так сказать, квадратичную удаленность от реальных объектов. Обозначенные построения дают нам основание выстроить три уровня, три эпохи эволюции знания. Знания, олицетворяющие разум, познающие природу и себя. Этим занималась вся философия нового времени. Его можно условно обозначить как эпоху наимного, чистого разума, уровень познания реальности. Лингвистический поворот, осуществившийся в XX веке, перевел многие задачи познания на уровень семиотического опосредования, тем самым обозначив эпоху культурного разума, в социальном и экономическом плане эпоху индустриализма. Наконец, перевод языковых категорий в модели искусственных языков в логико-математические модели позволили развернуться вычислительному разуму. Разуму, который формирует цифровую эпоху, а вместе с ней эпоху постиндустриального сетевого цифрового общества. Далеко не все течения мысли вписываются в эту трактовку. Тем не менее, ключевые из них, такие как аналитическая философия, философия структурализма и постмодернизма, содержательно заняты именно этими переходами. Таким образом, цифровизация знаний означает их превращение в метаданные. В ходе этого превращения, скажем так, они много теряют в качестве отражения оригинала. Зато потом им открываются поистине неизмеримые возможности количественных трансформаций. Метаданные, как исчислимые сущности, подпадают под полную власть вычислительного разума. И тут с ними могут происходить такие преобразования, на которые не способен обычный разум. Здесь источник силы искусственного интеллекта, источник новых возможностей познания, которые невозможны ни в каких других областях разума. Задача формирования поля знаний комфортного для работы вычислительного разума заключается в том, чтобы уложить капитал накопленных знаний в матричные структуры, расщепить их на метаданные. Будет правильно называть эти микроструктуры квантами знания. Из этих квантов знаний удобно заново пересобирать привычные знаниевые конструкции, но также и формировать индивидуальные траектории знаний. Логика цифрового матричного знания требует от институтов организации знаний большой работы по выстраиванию знаний и материала в одну плоскость, формы, которые бы позволили удобно оперировать ими и вливать в современные цифровые инструменты. Вот что стоит за требованием цифровой школы. Вот это, так скажем, образ этих матричных структур знания, цифрового знания. Квантифицирование знаний уже идет полным ходом. Первенство в этом движении принадлежит научной информации. Для науки квантом стала научная статья, а база данных научных статей и журналов служит ее кванториумами. Научная статья как единица – прекрасный объект количественных манипуляций, удобного поиска. Посредством количественного вычисления упоминаний, цитирований рассчитываются рейтинги научной значимости, рейтинги качества обучения, рейтинги научных успехов целых наций. Задачи участия в рейтингах вынуждают перестраивать целые национальные системы научных институтов и учебных организаций. Все это – последствия математического начала выстраивания институтов знания. Аналогичным образом строятся другие метаплатформы цифрового мира. YouTube или TikTok – наиболее показательные примеры пользовательского использования контента. Эти платформы, определяющие до 70% мирового интернет-трафика, имеют совершенно простую структуру потока видеороликов. Это обуславливает их успехом. Социальные сети, цифровые СМИ, базы данных услуг, интернет-магазин – все успешные цифровые платформы имеют простую матричную структуру информационного контента с развитыми навигационными инструментами. Матричные структуры метаданных вытесняют системы представления контента, которые базируются на более сложной и индивидуальной навигации, представляют собой метанарративы. Метанарративом являются книга, сценарий, учебный курс, некое готовое произведение. Традиционное построение содержания художественного и литературного произведения представляет собой некоторый организм, который имеет начало и конец, который нельзя переставлять, манипулировать, а можно только потреблять целиком. Он не раскладывается на кванты, хотя сам может служить квантом для матричных платформ. Это авторский контент. Конечно, он остается востребован и потребляем. Его слабая позиция в том, что количественно он все более глубоко утопает в контентовом квантовом потоке. Не в силах обратить на себя внимание с той силой выразительности, которой было достаточно в прежней эпохе. Матричные структуры сильны в том числе тем, что сами дают отличные инструменты для индивидуализации информации. Они дают возможность автору самостоятельно собирать элементы и конструировать из них. Они позволяют осуществиться переходу от потребителя контента к автору, от пассивного читателя к активному актору. Например, преподаватель перестает быть вынужденным последователем некоторого авторитета, к чему ему принуждал формат учебника, от которого было непросто отклониться в сторону. В новой цифровой среде преподаватель самостоятельно, свободно компонирует контент, выстраивая свой собственный учебный курс и материализуя его в онлайн-курсе. Точно так же, как он индивидуализирует обучающие стратегии, ученик способен выстраивать собственные учебные стратегии, складывая их из разных курсов различных целей. Ну а теперь перейдем к тому, что следует из этой формулы знаний, какие социальные последствия мы имеем. Минуточку внимания. Прошу прощения. Следующая глава. Жить в цифровой среде и быть свободным от цифровой среды невозможно. Цифровой фокус меняет информационный ландшафт, и от этого невозможно отказаться. Мощный консервативный протест против цифровизации вызван болью отмирающей памяти. Памяти о тех знаниях, которые стали невостребованы, которые мы теряем. Это не первый опыт, который безвозвратно утрачивается. Вместе со средневековым миросозерцанием мы утратили мистический опыт и знания, которые не были повсеместными и утрачены не абсолютно, но безвозвратно. В эпоху цифрового разума мы утрачиваем то, что еще вчера было нам присуще. Это пусть секулярная, но общеразделимая душевность, непосредственность, интуитивность. В жизни было больше нерационализируемого. Не так была нужна цифра, а то и вовсе не нужна. Необходимо ли человеку число? Есть ли у человека не цифровой опыт? Когнитивная история человечества знает состояние, когда систем счета вовсе не было. Свидетельства об этом дают материалы этнографии. У некоторых племен в языке существует только три понятия. Один, два и много. В повседневной жизни примитивных культур не так часто встречается с ситуациями, где надо знать сколько. Да и в простой бытовой жизни вряд ли они часто требуются. Едва ли животным свойственны умения счета. Разумеется, вычислительный разум свойственен высшим уровням развития мозга. Но что, если он стремится вытеснить или заменить те области мышления, куда раньше его не пускали? Наивное мышление воспринимает жизненный мир как есть. Потребность счета же возникает тогда, когда им надо оперировать, структурировать, манипулировать. Язык, основное орудие овладения и познания мира, раскрывает перед нами законы символической коммуникации. Вычислительного начала здесь немного. В то же время, математическая логика и семиотика учат, что искусственные языки глубоко фундированы в математических понятиях. Искусственные языки, языки программирования считаются прикладной математикой. Хотя не очень понятно почему. Первую глубину математического проникновения в природу проявила наука. Причем наука именно новоевропейская, вооруженная алгеброй и сумевшая разработать подходы теоретической и математической механики, начертательной геометрии. Эммануил Кант утверждал о том, что в науке столько науки, сколько в ней математики. Но эпоха вычислительного разума была еще даже не в зародыше. Отрыв математики от физического исчисления, происшедшего в XIX веке, породил целый веер математических наук чистой теории. XX век был ознаменован развитием теоретической физики. Но подлинное пришествие вычислительного разума началось вместе с развитием прикладной математики, с индустриальным технологическим взрывом в XX веке. Математически построенная наука вкупе с техникой обусловлены новую степень интеграции и власти человека в природу. По идее, те цели, которые мог ставить вычислительный разум перед собой, должны быть исполнены еще в ту доцифровую эпоху. Науки и технологии, пожалуй, слишком узкий срез бытия. Сколь человек живет в природе, столь он живет в культуре. Культура была очень мало затронута возможностями вычислительного разума. Цифровая парадигма относится в первую очередь к культуре, а не к природе. Она описывает и внедряется в человеческие социальные отношения, коллективные представления механизма социального управления. Это оставалось малозамеченным даже тогда, когда цифровая инвазия уже была свершившимся фактом. В работе «Информационная эпоха. Экономика. Общество. Культура» в ключевом труде, описывающем феномены цивилизационной цифровизации, Мануэл Кастерис довольно тщательно зафиксировал социально-экономические последствия прихода цифры, однако несколько поверхностно и не всегда убедительно проанализировал культурные формы цифровизации. Его объемная работа обобщала ситуации начала 2000-х, и, конечно, неудивительно, что он имел дело только с первыми симптомами, а не с диагнозом. Кастерис внимательно отнесся к фактору силе интернета, к сетивизации коммуникации, к значению мегаполиса как основного формата, генерирующего жизненные практики, но он недостаточно оценил глубину трансформации восприятия мышления людей в цифровом ключе. Психолого-когнитивистские аспекты не входили в зону его внимания. Я хотел бы здесь обратить внимание на его труды, потому что это выдающийся действительно мыслитель. Те, кто хотел бы больше знать о информационном обществе, конечно, не могут пройти мимо его трудов. Когда мы говорим об инвазии цифры в эмагинативно-когнитивную сферу, мы говорим как раз об этом. О трансформации того, как мы воспринимаем и как мы мыслим. Цифровой медиум способен к виртуозной имитации. Он может бесконечно развиваться в этом направлении. В отличие от аналоговых средств воспроизведения в виде акустических явлений, их цифровое воспроизведение определяется глубиной параметризации качеством аналитики данных. Анализируя звук и разлагая его на составные элементы, затем снова синтезируя аппаратные системы, способны совершенствовать результат до степени неразличимости с оригиналом. Пение птиц со своей звуковой акустикой, 3D-эффектами удаления приближения уже сегодня воспроизводится с такой точностью, что незрячий человек не увидит здесь различий. Если бы только говорили машины, это было бы полбеды, но начинают оживать миры. Нас убеждают и покоряют результаты, феноменальные качества и совершенства этих миров. Но давайте снова перейдем от явлений к сущности. Мы говорили выше, что число имеет иную семиотическую природу, чем другие понятия нашего языка. У него нет динатата, число – не предмет. За представлением о числе, и здесь мы оказываемся в целом лесу различных подходов интерпретаций, стоит интуиция числа, как ее характеризовал Вениамин Асмус. Философ отмечал, что она не является обобщением каких-то качеств и характеристик, в отличие от опытных понятий. Категория числа не отражает, а задает. Она активно направляет и формирует процесс мышления. Категория числа не является свойством этого мира. В этом, наверное, сойдутся все, даже те, кто не относит его к оприорным структурам мышления. Работа и операции с числом, теоретическая математика, олицетворяет наше абстрактное мышление в его наиболее чистом виде. Число – это иное нашему предметному миру. И строить на нем мир, делать его основой мира – предприятие весьма рискованное, во всяком случае обещающее необыкновенные цивилизационные приключения. Среди теоретиков науки немало таких, кто не дает числу права на какую-то сущность, а считает количественные операции сугубо процессами, структурами. Числовые формы определяют универсальные структуры, а не содержание нашего мира. Операция над числами является проекцией контроля над структурами и формами мира. И в этом есть большая доля правды. Цифровая цивилизация опирается не на цифры, а на вычисления. Она имеет дело не с числами, а с метаданными. Операции и вычисления над метаданными обуславливают контроль над материальными структурами. Суть четвертой индустриальной революции декларируется именно в этом – через параметризацию всех окружающих процессов получить тотальный контроль над окружающей средой, прежде всего окружающими человека артефактами. Цивилизационный поворот можно объяснить следующим образом. Контроль и власть над предметным материальным миром, над природой в ходе индустриальной эпохи дошел до своего предела в виде науки и технологий. Они продолжают прогрессировать, но своим естественным темпом. Вычислительному разуму открылась иная, новая область расширения – культура. Здесь существует перспектива полного, тотального перевода на цифровой язык. Человеческая психика, почти не тронутая вычислительным разумом, без сопротивления и защиты подвергается цифровой экспансии. Через психику цифровой разум врывается в социальные институты и остальное социальное пространство, и, наконец, покоряет всю цивилизацию. Метод, которым психика подвержена воздействию вычислительного разума – цифровой медиум. Это то, каким содержанием заполняются наши чувства и мысли. Кому-то покажется, что цифровой медиум и вообще электронные СМИ – это не такое уж тотальное оружие. Для зрительного воздействия ему необходим экран. Но если мы подумаем о том, что человек сам выбирает, каким ядом получить смерть, то увидим ситуацию по-другому. Человек выбирает самостоятельно. И среди альтернатив он может добровольно сделать ставку на экран и упиваться им все время, что ему отведено в сутки. Если проанализировать медиапотребление современного молодого человека, то оказывается, что у очень большой категории населения медиапотребление растет, составляя в среднем 10,2 часов в день. Уже сегодня цифровое медиапотребление составляет в этом объеме не менее 90%. Никто не может помешать ему расти, если будет увеличиваться потребность в нем. Диснеевский мультфильм «Валли» прекрасно иллюстрирует, как это может произойти. Медиапосредник может стать тотальной прослойкой восприятия реальности, если так захотят потребители. А они пока уверенным темпом движутся именно к этому положению вещей. Приход цифровых медиа в нашу жизнь похоже на возвращение римлян из похода, восторженно приветствуемых жителями города. Правда, есть некое сопротивление этому процессу, когда родители ограничивают экранное время своих детей, в школах отбирают смартфоны. Но, как правило, причины беспокойства здесь медицинские, связанные с защитой зрения, не или дисциплинарные. Движение против технологии 5G показательно своей бессмысленностью. Население боится, но не знает, чего бояться. В целом, приход электронных медиа воспринимается дружественно, поскольку рассматривается как расширение развлекательного или образовательного контента. Расширение контента, как правило, служит положительным целям и считается продолжением и развитием творческих индустрий, с заполнением потребностей эмоционального и информационного наполнения жизни. На заре развития интернета отмечалось, что до трети всего трафика в сети генерирует взрослый контент. Эта информация не слишком беспокоила общественность. Но общественность искала формы защиты от нелегитимного потока. Во-первых, она защищала публичное пространство. Взрослый трафик был закрыт и подан как сугубо личностный, интимный. Даже если граница между тем и другим трафиком была виртуальная, нефактическая. Интернет на первых порах своего существования пользовался ничем неограниченными свободами, а во многих областях символизировал эти новые степени свободы. В дальнейшем были найдены методы ограничения доступа вплоть до общенационального фаервола в Китае. В перспективе, конечно, возможности сетевой свободы и анонимности стоит воспринимать скорее как иллюзии. И это понимание пришло всего лишь за 10 лет развития информационных технологий. То, что цифровая имитация чувственного образа является иллюзией подлинной реальности, а в пределе фейк, важная, но не ключевая особенность цифровых медиа. Гораздо существеннее то, что образ, доставляемый цифровыми медиа, должен быть понимаем и человеком, и машиной. Как было сказано выше, цифровой образ обрезает то, что не может поместиться в машину. Мы будем вынуждены информационно питаться тем самым, чем питается искусственный интеллект. В рамках цифровой цивилизации мы заключены в единую камеру с машиной, будем разделять с ней постели и еду, обречены на неразрывное единство. Этот союз, который выглядит как развитие инструментального дополнения, как развитие цифрового помощника, в недалеком будущем будет подходить на неразлучную взаимосвязь с врослеющим цифровым подмастерьем. Если приписывать субъектность и личность умнеющему искусственному интеллекту, было бы чересчур опрометчиво, то тем не менее интерсубъективность у этого союза не отнять. В этом союзе нас будет объединять основа, более прочная, чем это можно себе вообразить, единый интеллект. Человек проектирует искусственный интеллект как продолжение своего интеллекта, как те мыслительные возможности, которые можно передать машине. Искусственный интеллект тоже создает человека, но уже в обратной работе, как воспитатель содержания и навыков, которые получает человек. Искусственный интеллект тоже не существует сам по себе. Он обращен к человеку, всецело служит ему. Он обволакивает жизненный мир человека цифровой реальностью. Эта цифровая реальность не существует вне человека, вне его мыслительной активности. Это ноу-сфера, но существует она не сама по себе, а активируется только в цивилизационной среде человека. Искусственный интеллект проецирует себя в человеке, как высшая потенция, которую человек реализует через машину, через всесильную вычислительную мощность. Итак, информационные ландшафты человека меняются, поскольку в них внедряется цифровой медиум. Последний перенимает языки и формы предметной реальности, и тем самым совершенно по-новому глубоко и многообразно структурирует ее. Поскольку он развивается по свойственной ему цифровой логике, то гегемонию этой логики и следует ожидать в преобразующемся мире. Эта логика в предметном мире является сетевой. Но логика сетевой реальности и коммуникации – это уже материалы следующей главы. Дороги, которые пролагают интеллект, будут исследованы у меня в книге «Информационные ландшафты цивилизации», о которой я вам рассказал, а также в онлайн-курсе «Теория коммуникации в современной философии». Если будет у вас интерес к этому курсу, мы его обязательно проведем. Ну, а на сегодня, собственно, я завершил то, что хотел сказать. Надеюсь, что этот месседж был интересен. Посмотрим, есть ли вопросы. Нет. Все просто внимательно слушали. Ну что ж, тоже очень приятно. Если кому-то интересна из текстового материала книга, которая была написана, правда, уже довольно давно. Ну, а вот те размышления, с которыми я поделился, надеюсь, тоже увидят свой свет в каком-то обозримом будущем. Благодарю всех за внимание. Спасибо. Спасибо.